Итак, дамы и господа, это ФФА на 16 игроков с рандомными героями. 16 игроков, ФФА, каждый сам за себя. Печаня, Альянс, Серкинг Альянс, Империал Файер Альянс, Аксель, Ночные Эльфы, Нежить Диджей Дэвил, Роник Нежить, Пуст, Ночные Эльфы. Чиро, Ночные Эльфы, Ферди, Андетт, Ион, Ночной Эльф, Максим, Андетт, Крабарак, Ночные Эльфы, Единственный Орг на карте, Сато, Тиминатор, Ночной Эльф, Гринред, Андетт, Джагатай Хан, Андетт, Гуао Параса. Ребят, это ФФА, ну какой, какой, какой Альянс. Рандомные герои, потом посмотрим, что тут будут делать и кто им будет выпадать. Чисто за счет рандомных героев, конечно же, должно быть, как минимум необычно. Или сцепилку сразу же строят. Видно, что многие не совсем понимают, что делать, но есть и опытные ребята относительно, вроде там, Акселя, да? Потому что у них, у них, он поставил Древа Войны на Криппинг, уже опытный товарищ, так сказал, плюс цену. А, сори, забыл, поиска вступили в бой. Видно, конечно, неопытность игроков, которые тут играют, но это добавляет сообразного очарования этой карте, да? Так, Шэдоу Хантер. Тёмная Охотница. Шэдоу Хантер. Орков нет? Все эти звуки героев, которые одновременно появляются. Архимаг у нежити, кстати, достаточно прикольная тема. Тёмная Охотница. Панда у Империал Фаера, у Альянса. Таурен. Форсир. Жрица. Бладмаг. Жрица. Для Хэдхантеров неплохо. Карабарак, Архимаг. Максим. Что у него там? Жук. Ифига себе, андет. Нормальный герой в игол. И он, бестмастер за ночного эльфа. Алхимик. У нежити. Ну тут уже Шэдоу Хантер мы видели. Карта контактная достаточно, игроки очень рядом, поэтому вы сами видите, с самого начала может такой вот движ быть. Дом Охотника оставит. В Охотнице выйти достаточно прикольно будет. Панда качается. Тёмная Охотница очень прикольная под начало, потому что она может создавать скелетиков. С крипов и таким образом ускорять криппинг, по сути. О нет. Есть же... Ну, подкоп мог бы быть, если бы он был, но он жучков прокачал. Окружить не удалось. Вурдалака забрали. Там ещё один раненый вурдалак есть. Можно было попытаться его забрать. Мало что понимает, что делать многие. О нет, тут панда погибла. Фига себе, Сэр Кинг так неожиданно подзабрал панду. Видимо, у него было мало здоровья, и он подхватил. Ну и тут к второму уровню приближается. Очень побитый форсир. На город напали. Тиминатор агрессивный играет. Но если что, тут есть землянки, там могут спрятаться рабочие для того, чтобы отбиваться. Архимаг второго уровня. Наконец-то аура есть. Вот так он её прокачает. Потому что сможет больше вызывать юнитов. А в Киеве объявили воздушную тревогу. Потому что война никуда не делась. Вроде как. Или это не в Киеве. На город напали. Эх, Киеве. Войска вступили. Слишком крутой контент для того, чтобы это... Надеюсь, 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 не попаду. Ну, посмотрим, как оно будет. Много вурдоваков заказывает. Медведи, конечно, достаточно полезные. Крепкие. Стараются атаковать Акселя. Если что, тут есть колодцы. На город напали. Светок Телефорта прожимает Империал Файр. Капец, конечно, Сэр Кинг терроризирует бедного. Хотя нет, это Империал Файр прибежал на базу. Алхимик. И это, когда мы видим, чтобы Алхимик прокачивал ярость. Прикольная комбинация. То есть, это ярость плюс лечение. Обычно ярость плюс бомбу прокачивают. Типа, это логичнее как-то, да? Ты кидаешь бомбу и бьешь. Войска вступили в бой. Банда. У нее нет свитка исцеления. Она может погибнуть. Высасывание жизни прокачало. Редкая способность для темной охотницы. Но когда она играет в соло, когда это один герой, это очень крутая способность. Потому что позволяет ее держать в форме, скажем так. Тем более, что высасывание жизни так же неплохо комбинируется с темной стрелой. Потому что эффект темной стрелой накладывается. Подожди, это разные игроки? А, подожди. Это база разных игроков, если что. Войска вступили в бой. Что за чертят? Фига, они близко. Нормально. Так, вторую герой сейчас начинает появляться у ребят. Очень агрессивно атакует Сато, но... О, Сато нажал кнопку, типа, призывать рабочих. В итоге все соседние рабочие прячутся в землянке или нет? Посмотрим, как оно будет. Хантеры потенциально хорошо справляются с охотницами, но жрица не прокачала ауру. Для того, что фига тут суета прям. Диджей Дэви у Империал Фаер, второй уровень у Панда, третий уровень у Темной Охотницы. Став прокачал. У кого-то там час возмездия настал. Это Демон Хантер у Андеда. Ну, в принципе... Не, ладно. Я наточил топор, там какой-то Таурен появился у кого-то, я так понимаю. Да, вот Таурен появился у Максима. Между прочим, сильная комбинация. Подкоп плюс топот. С другой стороны, это не работает по воздушным юнитам. Поэтому есть проблемы, но тем не менее достаточно неплохо. Опа, может быть окружение. Тир-2 там тем временем делается. У кого-то там Горный Король появился. Горный Король это у Грин Реда. Горный Король это всегда хороший персонаж. При любых раскладах, за любую расу, без исключения. Слишком мощные способности у него. У кого-то еще один Горный Король появился. Быстро погибает Охотник на Демонов. Тут, кстати, Жрица плюс Темная Охотница. Очень хорошая комбинация тоже. Даже в соревновательном режиме мы иногда видим эту комбинацию. Много урона, просто банально. На город напали. Умирает. Много всего умирает. В очередной раз погибает панда. Страшно это. Т-3 прям делается. Третьего героя пока нет. Конечно, наблюдать за игрой с 16 игроков несколько проблематично. Слишком много всего одновременно происходит. Телепорт, если что есть, успевает нажимать Максим. При том, что он под домом. У него есть магазин и Тир-2. Поэтому он может купить банку здоровья. что, конечно же, проблема. Поглядим, как оно дальше будет. Умирает у джук. Все, большие проблемы здесь. Архимаг, Бладмаг, кстати, у ночного эльфа Крабарака. Отходят в свою очередь. Тут Кьюз сражается против Роника. Роник спрятал Shadowhunter. У него есть плащ теней. Став. Неплохо. Встречается диджей Дайвил Эксель. Какого-то там панда появилась. Героя пока не заказывает. Бетон есть, поэтому землянки тут крепкие. Башню будут поставить. Охотник очень сильно страдает от землянок. Супер много урона. Можно получить от них. Поэтому надо быть максимально аккуратным. Ох, окружение темно-охотницы. Ну став. Потихоньку пробивает. Тут Ферди. От Чиры. Сражевое древо строит. Магазин. Глифомет пробивает потихоньку здание. Кажется уничтожить в первую очередь именно баллисты. О, тут какие-то 800 IQ стратегии от Иона. Вы только посмотрите. Он сделал сторожевые древа. Проедает путь, чтобы отсюда атаковать базу Максима. Вот это вот 800 IQ стратегии пошли. Тем временем теминаторы атакуют сразу два игрока. Это Сато и Печаня. Что тут вообще за Бу Печаня непонятно. Таурен плюс Горный Король. Супер сильная комбинация. Кода опять жрица выпала. Куча жриц вообще выпадает в этой игре. Я смотрю. Панда у Роника. С вторым героем кто вообще? Или у него второго героя нет? Куча прокачанных зекуратов. У Гринреда. Жрица Горный Король. Сильно пыли. Сильно. Как же много всего происходит, а? Ух, фига себе. Жрица Сауры под стрелков. Боже. Как это круто. Супер мощно получается. Сильно тут пробивает атакселя. Дыхание. Тоже неплохо. Включите свет. Просил Ферди. И эта временная ночь закончилась. И поэтому Ферди благодарит того, кто выключил ночь. Там, где время нет битвы между Пьюздом и Роником. Роник потерял героя. Поэтому Пьюзд с великанами уже достаточно комфортно себя чувствует. Особенно если он их прокачал. Если не прокачал, то возможно это не самый полезный юнит прямо сейчас. Не, ну движа реально очень много. Движа реально очень много происходит на карте. Но при этом, что самое забавное, никто даже и близко еще не умер. У кого-то есть, конечно, страшная ситуация, но не более того. Ферди, кстати, прикольную комбинацию делает. Гаргульи это хорошая тема против всего, что здесь есть кроме лучниц. Но лучниц мало, поэтому кофе в принципе. Да сколько жриц может? Ну сколько там жриц выпадает? Реально, сколько можно? Одни жрицы выпадают. Тут опять жрица выпало. У Акселя уже что? Две жрицы или что? Не, у него вроде это первое. Так, тем временем Максим пытается пробиться на базу Киону. И Хоу не успешно на самом деле. А пауки тут страдают. Ну там статуи восстанавливают им здоровье сзади. Фига тут баллисты у Иона, конечно. Гой мир чел, говорит Джагатайхан. Крабарак говорит, ну ок. Притом, что это разные люди пишут. Крабарак подумал, что ему Максим написал. И уходит. А я... А Джагатайхан написал. Это Грин и Райду. Проблемы дипломатии. Ну просто цвет похоже, да? Просто тут типа просто синий. Тут темно-синий. Что-то там базы пытается даже поставить печень в другом месте. Прям. Повелитель зверей. Крабарак тем временем продолжает пытаться пробить Сату. Медведи, панда в очередной раз умирает. Ей уже не привыкать реально. Жрица против жрицы воюет. Тут всех жрицей есть. И тут... А, нет, тут не жрица. Тут темная охотница. Мда. Что, как дела? Чат. А то мы учим, то я сейчас как будто реплей комментирую. Землянка, кстати, сейчас одна упадет. Баллисты. Мда. Ну в принципе тут уже как бы бастион падает. За счет баллист, который наносит очень много урона. Роник пытается пробить Диджей Девила. Максим тем временем продолжает сражаться с Илоном. И он просто кучу баллист сделал. Бойска вступили в бой. Панда уроника. И очень мало здоровья. Они сейчас скоро, небось, погибнет. Дахаре, чел, говорит Джага Тайхан. А Грин Ред все не уймется. У Печанин тем временем строительство авиации. Вообще по кайфу. У него непрокаченный герой просто сидит дома. Ему норм. У Печанин самая норм позиция так-то. Самая печальная ситуация у Сато. Потому что Сато просто всю игру пытается выжить. Его все бьют. То его эльфы бьют. То Крабарак, то Тиминатор, то еще кто-то приходит. Тупо единственный орок на карте. Просто единственный орок и еле-еле выживает. Все крайне печально. Блин, забавно, конечно. Даже спросил, как дела, и... А, вот они, человек, ответил. Да. Кнопари зарегистрироваться над вещей сверху справа, ребят. Потому что я иногда смотрю список, конечно, зрителей. Я так понимаю, где-то много людей не авторизированы. В паду регистрироваться. Наконец-то Печанин решил двигаться. Став 0-1 героя. У него, если что, альянсовский став достаточно полезный. Он здоровье восстанавливает. Ой, ну Ферди тут, судя по всему, будет первым игроком, который умрет. Все, у него прям совсем плохо. Чиро, пятый Shadow Hunter, ничего себе. Также большие проблемы у Сато. Демон Хантер, кстати, третьим героем у Крабарак. Ну да, Сато тоже сейчас такими темпами будет. Умирать. Ну, стрелки против великанов не очень заходят. Там сегодня великан, это не так уж и много. А и Ферди умирает. Так сказать, Просев. Тем временем, Джагатай Хан. Джагатай Хан это из Вархаммера 40 тысяч, правильно? Лидер белых шрамов. Если я ничего не путаю, его же так звали. Гринред. Да, понятно. Ни разу не это. Нарова Хеникс Гвайер. Рад тебя видеть. Так, Ферди, да. Последнее здание у Ферди падает. И Чиро, судя по всему, тут может поставить древо жизни. Ну что ж, первый игрок проиграл. Это только первый игрок, если что. Капец, конечно. Паладин у кого-то выбыл. Дай бог, пожалуйста. Лишь бы Паладин вы поунежите. Пожалуйста. Пожалуйста. Паладин вы поунежите? Паладин должен унежите появиться. Просто обязан. Нет, он на Алиэльфа появился. Черт. Мем не будет реальностью. А Чиро не успокоился. Он убил одного. Игра идет убивать Иона. А Ион все это время воевал с Максимом. А теперь уже Ион вынужден реагировать на действия. Чиро. Фига, блин. Каким образом Сату живет вообще? А, я понял. Эминатор просто прибежал, прогнал оранжевого. Отлично, отлично. Паста это отлично, ребята. Кстати, базу тут красно-так и не смог построить. На русском вступили в бой. Пойдут есть игрок, у которого нет жрицы. И панды. Вот, поедините же герои, выпадают. Где все фаер-маги? Где все мастер-клинка? Одинаковые герои все. Что за фигня? Подкрутка, подкрутка. Прости, орк. Орк умирает. Обязательно выживу. У Сату состояния по жизни я обязательно выживу. Но проблема в том, что у него нет золота на строительство дома вождей. Поэтому, в любом случае, это конец. Там, тем временем, битва трех воинств. На базе Иона его атакуют одновременно Чира и Максим. При этом огромное количество баллистов могут здание пробивать. Очень мало у Иона осталось юнитов. У него буквально только 19 лимита. Вечер добрый, здрасте. Пытаются пробить как-то. Оставь меня. Сату ливнул. А, здание последнее Сату потерял, поэтому проиграл. Все, второй игрок вылетает. Семинатор ставит древо жизни. А там мортирами Сэр Кинг потихоньку пробивает печанью. О, горный король. Один из самых сильных героев, как я объяснял. Оранжевый потихоньку пробивает Максима. Да и тень. Печанью тут потихоньку пробивает, конечно. Здание он прям теряет. Все плохо. Нага. Кстати, единственное, Нага на карте. Уникальность, скажем так, да? Поглядим, как оно будет дальше. Диджей Дэвил. Чтобы атаковать. Роник тем временем сделал некромантов. Изучает героев, юнитов, так сказать. Да, бойню ставит. Хороший топот был, но он только первого уровня. Мальчик, ну печани просто идеальные герои, если бы он их качал. Таурен, горный король. Таурен, горный король, панда. Просто, ну, типа, идеальные герои, абсолютно. Опа. Крабарак решил атаковать Эминатора. Очень много охотниц. И они вроде как даже неплохо пробивают. Жуку Максима погиб. И каким-то образом, и он еще живой. Потому что у него нет армии. Ну да, вот сейчас баллистами можно потихоньку вот так вот пробивать. Сами видите, какое огромное количество урона носит. Чиро уже есть дополнительная база. И отдает ему существенное преимущество. У кого-то выпал Форсир на текущий момент. Я думаю, Форсир это не самый полезный герой. Но тем не менее, у него есть молния. Молния это всегда хорошо. Прям суета какая-то. Там Шеду Хантер неплохой вроде как. Столько фолловеров. Здрасте, здрасте, ребят, здрасте. Всем привет. Всем привет. Шок просто. Добрый вечер. Здрасте, здрасте. Ньюфайк. Молчаливый еще. Скромняшка. Шеду Хантер очень сильно побитый уроник. У него нет свитка телепорта. Это проблема. Но, с другой стороны, у Диджей Дэви у армии умирает. Жрица погибла. То есть ауры никакой нет. Отстраивает. Пытается. Как тут, кстати, тупо стена есть. А, почти пробили. Здесь Иона. Конечно, Чиро тут неплохо справляет. У Чиро проблема в том, что у него герои не самые сильные. Проблема Чиро в том, что у него не самые сильные герои. Потенциально. Нет ни одного тащилы, знаете. Пробивает Роника. Пьюст. Роник пошел воевать с Диджей Дэвиом. А в это время Роника пришел бить Пьюст. В принципе, это логично. Потому что это очень близкий сосед. Еще ближе, чем Диджей Дэви. На город на базу. Да. Все сложно. Роника тут потихоньку пробивает, я так смотрю. Но у него тут декурат и прокачан. База не жите, дамы и господа. Воочию просто. Нам нужны герои. Тут потихоньку трупово с кем пытается пробивать ЖКТ-хан. Максима атакует Крабарак. Привет, Ваннер. Здрасте. Здрасте. А Ион везде ставит Древо Жизни и здания дополнительные. На город напали. Подожди. Это ж Ион, которого убили, да? Вот у Иона была база тут. И он отказывается умирать. Вот его Древо Жизни. Колодцы. У него герой даже есть пятого уровня. И вот он Древо Жизни на пустой шахте ставит. Слушай. И он отказывается умирать. И он отказывается умирать. Фига тут труповозки. Много. Пытается остановить героев. ЖКТ-хан потихоньку собирается атаковать. Желтый прям супер опасный. Но опять же проблема у Желтого в том, что у него слабые герои. И если он встретится с кем-то у кого хорошие герои, то ему будет сложновато, скажем так. Там у кого-то Бестмастер появился дополнительным героем. Вот он, Интиминатора. Бестмастер, как я понимаю, третьим героем. Или вторым. Да не, не может быть. У него кто-то еще 100% есть. На город напали. Войска вступили в бой. Я, кстати, чем про свой ник сказал. Несколько лет назад я тоже играл в комменте матч, и ты причинал ему не как Сатэн. И теперь я спать нормально не могу. Ок. Ну, сорян. Просто если хочешь, чтобы Сато был, то надо Т писать. Типа, тогда точно никто не это. Не перепутает, правильно? Да. Войска вступили в бой. Привет, базука. Ой, Таурен. У него нет телепорта. Ладно, он тут спокойно уходит. Третий по один, если что. Не, ну, вообще, конечно, у Чиры комбинация в плане выживаемости сильная. Об лечении по 1, плюс еще лечение Shadow Hunter. Это прям сильно. Фига, тут труповозки, конечно. Нормально. Только нужны еще некроманты. Слишком много всего происходит. Конечно, за всем не уследить. Но мы будем стараться. Ну, вроде как, Роник тут выжил. Но все-таки база нежити. Это всегда база нежити, правильно? О, нет, Хекс. Ну, гарантированно ты умирает. Став вроде как был, но не успел его использовать, как я понимаю. Конечно, список героев, которые умирают, это что-то с чем-то. Так. На печалью вышел. Еще один игрок покидает матч. У Иона, кстати, древо жизни уничтожили. Он может еще подойти. Войска вступили в бой. Архимаг Бладмаг. Третьего героя Корабарак пока не сделал. Максим пытается пробить позицию Чиры здесь. И Чиро продолжает играть в Тир-1 Лимит. То есть в Охотниц. Он не добавляет каких-то более технологических юнитов. Ну, а там уже по ситуации. Войска вступили в бой. Блин, ну на самом деле, я точно могу сказать, то, что сейчас происходит, дамы и господа, то, что сейчас происходит, этого не хватает для того, чтобы Варкрафт был более живым. Почему это никто не делает? Это же весело. Какие же скучные варкрафтеры на самом деле. Да, атакуют базу Максима. Но вроде как Максим неплохо отбивает. У него много юнитов. Корабарак тут просто развалился. Все юниты у него погибли. Все герои погибли. Пятый жук. Тауренг пятым уйдет. А вот и он. Да давно уже Мартин, конечно. Корабарак ливнул. Что-то Корабарак тупо психанул. Я не знаю, что вообще. Корабарак реально психанул. Говорит, не хочет играть. Понятно. Слабенький, слабенький. Кстати, тут тоже бисмастер, фьюзно. Нет трупов для некроманта. Тут труповодскому бы сделать с эксгумацией. Оргу нашел, рад для него. Я не знаю, насколько это серьезный орга. Я предполагаю, что там зарплаты никакой нет. Но я повторюсь, я предполагаю. Потому что это просто клан в Варкрафте, а не орга. Пробивают. Тут сильный империал фаер. Уже не хватает этого лимита. Медведи слишком сильны. 2-3 грейды. Куча брони их не пробит. Все так телепорта прожимает империал фаер. Литва на базе пью, сторонник. Как-то пробить. Не хватает, опять же, одной труповодски, чтобы трупы для некромантов давать. Потому что скелетики лишними не будут. Веряется, как на севере, просто реально не могут. Войска вступили в бой. Так. Пытается диджей Дэвил атаковать Экселя. Так телепорта, если что есть, отойти можно. Не мота. Став и перестав. И хранитель урочи, кстати, у Экселя. Ультимейт от Роника на Шэдоу Хантере. И он работает. Но, с другой стороны, сейчас Шэдоу Хантер может умереть. Он пытается отойти. Мне нравится то, что Роник очень активно пользуется плащем теней. Вы заметили плащем теней? Он буквально всю игру им пользуется. Убили тем временем Бестмастера. О нет. О нет. Как-как? No! А там ястреб, который палит невидимых. No! Невидимость не равно неуязвимость. Но как? Кстати, Древо Жизни было же построено здесь Ионом. Но, видимо, его уничтожили. А вот оно! Ему нужно бы где-то возле Золотой Шахты оплестись. Но у него реально муд по жизни. Я обязательно выживу. Муд по жизни. Я обязательно выживу. На город напали. Войска вступили в бой. 3-3 охотницы. Подкоп. Хорошо. Таурен еще пятый. С волной. Тоже огромное количество урона. Но если подкоп волна, прям... Утимейт прожимает ShadowHunter. У Чиры есть его чем сбивать. Это подкоп как минимум. Но пытаются отойти. Сетку бы прокачать. Видно, что он сетку не прокачал. Нужно прокачать сетку срочно Максиму. А то за матч. Битва за 100 тысяч долларов. США. Победитель получает все. Вступили в бой. В чемпионат мира WGS Spring 2022. Погибай там Demon Hunter. Конечно, тут вечная битва Green Red и Джаката и Хана. Это просто забавно выглядит. Аккуратно. Сетку нужно срочно прокачать. Да, вот качает сетку. Проблема в том, что у Чиры три базы. У него три золотые шахты. Огромное количество ресурсов. Рыцарь, кстати, у Империо Фаера есть. Опа. Битва стенка на стенку. Горный король что-то там каутует. Банку маны съел для того, чтобы молнией воспользоваться. Воиска отступили в бой. Очень много трупового. А тут еще и Интиминатор атакует Green Red а у Green Red толком нет башен духов. Come on, говорит Green Red. Come on. А тут свой движ, свой вайп, своя война. Он все потерял. А там еще и Виверны оттиминатора прилетели. Да что ж за фигня. Да что ж за фигня. Выглядит, конечно, страшновато. Пятый форсир. Но эти вот форсиры, это... Эти химеры, это, конечно, страшно. Они даже при этом грейдов нет. Кстати, между прочим, мах крови плюс химеры. Мах крови используют астрау на юнитов и химеры наносят больше урона по нему. Что-то тиминатор пришел, убил всех. Никто не ожидал такой подставы от ночных эльфов. А от ночных эльфов всегда нужно ждать подставы, дамы и господа. Не стоит недооценивать этих хитрецов. Всегда и только подставы. Всегда. Войска вступили в бой. Он все проносит. Бестмастер первого уровня убегает. Максим обязательно выживет. А Чиро собирает армию. Турас Настенька уже был. Нет. Будет следующим матчем. Салатарь отстроит. У нас химеры просто все должны платить. По факту можно поспокойно здание проносить уже. Жук. Если что, дополнительная база у тиминатора есть. У него прям куча ресурсов потенциально есть. Жрица прямо эльфийской армии реально. Как будто не рандомные герои. Как будто не рандомные герои. Выходят за пределы своей базы. Роник строит новые зиккураты прокрутую землю. А, понял. Потому что типа база противника слева и он тут укрепляется. Желтый игрок пытается пробить Максима. Максиматологом нет армии. Но там слабенькие типа учницы. Поэтому убивать их очень легко. Но с другой стороны там как бы жук плюс таурен. А их способности по воздушным юнитам не работают. Поэтому типа учницы юнит хороший. Юнит действительно хороший. одеяние мага. Можешь форис насинг на ютубе? Я не знаю. Откуда я знаю если матч еще не прошел? Верховный маг телепортируется домой для того чтобы защититься от Акселя. Аксель просил его не атаковать. Его перестали атаковать и потом Аксель сам пошел в атаку. Переиграл и уничтожил просто всех. А вот пивка я желаю конечно. Зря я его не купил. Хотя говорю что куплю. У Серкинга появилась куча башен дополнительных ставят. Куча стрелков 3-2 грейды. Рыцарь есть против стрелков есть с кем воевать скажем так. Став и перестав ультимейт поражала нага воздух будет поднимать некоторых юнитов но работает это не супер эффективно как вы сами видите. с огненной сферой воюют умирает на фоне закономерно там тем временем ха оу как это забавно выглядело то есть грубо говоря шедоу хантер давал неуязвимость скелетика но там не мату на него использовали а темные охотницы бьюз ну а гринред тем временем умирает от семинатора и нужно думать что дальше делать то есть добавлять антивоздух пауки горгули тоже норм и время сиркинга тут убивают явно неплохо это заказ юнитов я бы сказал даже уважаемый заказ юнитов согласитесь ультимейт жрицы неплохо заходит если вы чуть ближе подойте чтобы еще по этим рабочим попадать ну и так сойдет опа орудийные башни сверху тут стена башен просто красиво башен на дополнительной базе много а на основной немного ошибка ну да у сиркинга все плохо а там тем временем жигатайхана убивают гринред проиграл снизу роник провивает бьюзда мобой как говорится единственное что у него просто один герой соло это наверное проблема своровал паука слишком много химер их нечем убивать я не знаю чат алло может может это может у меня интернет не работает я не знаю я просто я просто не знаю как на это реагировать алло чат алло 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 база просто я не знаю я я типа вернулся в прошлое когда у меня было 10 зрителей на канале и я сам с собой общался все время типа что происходит вообще да умирает база джекатайхана ну весь север отжимает король на севере тиминатор король на севере тиминатор пробивается пьюз тут весь чат катки а то есть типа 16 игроков то есть у меня 16 зрителей а все остальные это это боты да то есть вы боты игроков понял но это в принципе ожидаемое сказал бы так слушай мне очень нравится то как стиркинг тут обстраиваться вы посмотрите на эту линию башен и посмотрите на эту линию башен юз тут умирает он если что строит древо жизни на севере ну очень серьезная база тут у чиры в принципе давайте посмотрим уже композицию героев с точки зрения лайт-гейма уроника всего лишь а панда панда есть но она не прокачана но панда это сильный лайт-овый герой у империал фаера какие герои жрицы и все если только жрицы тут конечно очень мало нужно больше типа жрица слабый герой на лейте тут тоже слабая композиция ну неплохая нормальная композиция героев просто не то чтобы сильная но да аксель пытается пробить джей дэвила там нет осадных машин поэтому зигурат правда не прокачан это может быть проблемой поэтому пытается как-то отойти некоторые приходят двух-трех каунт играет чтобы создать видимость тоже норм тоже норм так отбивается отбивается еще одну базу захватывает максим строит дополнительную базу максим продолжает свою отчаянную борьбу с чирой вот наконец-то пасты пошли роник почти десятого уровня прокачал своего шедоу хантера не то что в этом был смысл но стоит красиво и он который был уничтожен давным-давно но построил древо жизни и последние 15 минут он путешествует по карте по карте этой древо жизни нашел своего конкурента пьюзда пьюзда которого тоже уничтожили он построил несколько зданий для того чтобы как-то оставаться в игре на последние ресурсы и он решил уничтожить да вот это вот конечно прям мое уважение прям древо пробудилось таки да чиро потихоньку пробивает базу максима наконец-то просто химер массово построил опять же там такие герои у максима что они просто против воздух тупо не работают абсолютно не работают поэтому да у максима начинаются очень серьезные проблемы хорошая армия у империал фаера но из-за того что у него один герой то у него перспектив особо нет я думаю у акселя три героя которые тоже не особо сильные но неплохие джи джигатайхан ливнул напугану осверида напугану зиграно 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 короче надо 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 чаще жрицы 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 но опять же просто армия уже не справляется с лейтовыми героями тут у акселя одни герои могут все убить в принципе правда опять же там нет какой-то банды или какого-то лейтового что-то о тиминатор встречается с чирой но проблема в том что у тиминатора только химеры и соответственно у него ничего нет против гиппогрифов и его химеры тут однозначно развалятся но он может просто зафокусить героев попытаться и он таки забрал паладины и форсира ничего себе и он заставляет оппоненту уйти или нет потому что слишком далеко и гиппогрифы сейчас все химер тиминатора съедят это большая ошибка была от тиминатора что он не делает никакой антивоздух абсолютно дополнительную базу максим правда там отстраивает древо жизни пытается выжить здесь у иона потому что там уже темная охотница появилась но древо жизни может съесть дерево и пытаться восстанавливать здоровье тем временем уроник отстроил кучу некромантов и через некромантов пытается пробить диджей дэвио вот этот вот эстет и красавчик могу сказать так неплохая такая защита у диджей дэвио куча секуратов все прокачанное сейчас умрет тут панда у него нет никакого спасения отдыхнуло перед смертью и потихоньку империал фаер все таки за счет превосходящей армии пробил аксель у которого толком не было ничего аксель героев потерял правильно понимаю да такие действительно героев потерял колодцы пустые искусственную ночь прожимает деле лечения не успевают умирая да ладно неужели империал фаер пропьет здесь ничего себе неплохо сыграно пьюст пытается уничтожить древо жизни там скоро еще и второй герой появится уничтожили в итоге здесь максима последнее здание а нет есть еще максим в центре поэтому у него все нормально аксель сдался потому что он пытался пробиться к диджей дэви вроде как потом не смог его в это время начал атаковать империал фаер империал фаеру он проиграл и в итоге да аксель сдается и выходит из матча у империал фаера тоже скоро десятая жрица вчера пытается как-то отстраиваться 10 мах крови скоро максим отстраивает царство нерзула интересно какой мифологии или какой культуры вдохновлялся человек который придумал имя нерзу вступили в бой на что это похоже ее и пытается выжить о умирает умирает потому что не купил телепорт пожадничал и был наказан был наказан а там кто-то к нашим услугам опа второго героя сделал империал фаер самое время архимаг плохой герой очень плохой не лейтовый да он дает ауру архимага но это такое себе это не лейтовый герой но хотя если его прокачать то с ультимейтом архимага конечно становится резко проще играть особенно на такой большой карте можно маневрировать и бегать везде где только можно гулдан я думаю гулдан нерзула это все из одной и той же типа истории пьюзда тут пытается пробить видят здание пьюзда потому что у него давно нет рева жизни только пьюз потеряет эти 3 здания он проиграл с фавалки по грифа на итоге желтые и фиолетовые игроки это самые основные претенденты на победу проиграл пьюз потерял здание из этого вынужден был покончить с игрой скажем так да посмотрим как оно дальше будет саманда странница можно восстановить восстанавливать ману здесь shadow hunter уроник сделал архимага между прочим подожди у него два архимага или мне кажется или кто у него был вторым героем а у него панда нормально слушай нормально слушай некроманты под аурой архимага это же просто такая вот реакция некроманты под аурой архимага это же просто мое уважение войска вступили в бой пытается империо фаер пробиться как-то на город напали ну чиро дальше провел а ты уже должна приобрести осознание к империо фаеру что он не с тем воюет нужно придумать как воевать этим воздухом массовый вертолет устроить в огромных количествах или ястребов ну то есть дракон базу однозначно теряет это в целом проблем фига тут конечно стеночка от sir king до сих пор в игре чат sir king до сих пор в игре вы посмотрите на этот штормград вы посмотрите на этот штормград таки действительно мастер на все руки вы посмотрите на этот штормград это прекрасно мародер сет кстати необычно не неожиданное признание мне очень нравится письменность белорусского языка войска вступили в бой но имеется то что я получаю удовольствие когда вижу что-то написано на белорусском теминатор в итоге прилетел к максиму бедный максим вероятно дед и вот такие он скоро помрет помянем максима помню я думаю это у всех так но у меня тоже спи с письма модели дети с песни о деде максиме конечно детство прям плотно связано у меня в школе был одноклассник который ходил с гитарой и он кстати теряет последнее здание умирает который ходил с гитарой в школу и мы на переменах пели вот и помер дед максим ну и нос остался с ним на город на поле положили его в гроб вы пони а куча куча некромантов по сниматой кошмар вообще конечно этими некромантами богу неплохо крипа использовать тупо на всех особенно учитывая что есть так то архимаг что архимаг о нет некроманты куча разваливаться но убежать 10 шидау хантер так телепорта прожимает паладин уходит гигантское количество химер но как воевать с воздухом не понятно войска вступили в бой максим все еще живой так то дамы и господа максим отказывается умирать он построил некропыль но из шахта сейчас будут околиты вурдалаки есть дерево будет добывать максим отказывается умирать дамы и господа и тут еще шахты у него строятся так что в гроб пока что деду максиму слишком рано дед максим отказывается умирать войска вступили в бой падает сражевое древо ну опять же химера это конечно сильно но сейчас просто прилетит антивоздух у чиры умрет и на пост и уходит к армии десятый мах крови дамы и господа и там если что есть видок телепорта начинает съедать химеры медленно но уверен много зданий был уничтожен учиться там запас колодцев и вообще нормально против воздуха опять же ничего нет у тиминатора поэтому заканчивается в этом плане что дух hunter тоже тут скоро возьмет 10 уровень империал фаер потихоньку пытается пробивать и джей дэвио цветок телепорта прожимая вообще ультимейт прожимает империал фаер но сразу же не мота от темной охотницы сбиваю рыцаря своровал конечно ледяные змеи здесь первую очередь им бы мортира атаковать они она с ним дополнительный урон темная охотница не успевает нажимать телепорт прямо сейчас держи и дэвил вступили в бой да да нас вот он штормград дамы и господа вот он увеличи родник сделал кучу ледяных змеев прокачал дыхание аккурат и заморожены полезная тема на самом деле нет максима убивают ну ладно максима еще тут база есть он может некрополь тут поставить опять же имена тараде надо начал строить типа грифов но слишком мало слишком мало сейчас его все химеры погибнут непонятно где чьи химеры ну да потерял эти минатор весь воздух блат мак умирает и желтый разваливает семинатор это желтый становится остальным гигача домкатки у тима рейт на скелетика в ух ухо красиво что 2 hunter ultimate а серкиных потихоньку набирает мощь ему бы еще тут конечно построить ратушу не добывать золото тинкер кстати тинкер суши очень тематично ему выпал тинкер но дополнительно ну следующим героем потому что у него тут ну как бы максимальная механизация всего скажем так да максим все таки проиграл дамы и господа на город напали так что можно можно уже начинать петь песенку очень умирает диджей дэвио хотя он строит базу у него архимаг восьмого уровня ничего себе остался к знак вопроса купили в бой нет золота особо о серкинка начинает атаковать империал фаера явно не тем занимаются ребятам альянсу нужно объединиться но это как знаете как вечная борьба белый альянс против черного альянса это битва света против тьмы и тьмы против света это как битва у лилипутов знаете типа с какой стороны разбивать яйцо примерно что-то на уровне но в любом случае с аркинку нужно отсюда уходить и меры кстати не прокачал 3 грейчер на атаку забыл видимо но тебе на труд явно разваливается потихоньку дополнительную базу пытается построить диджей дэвио и в итоге роник кстати двух игроков в итоге убил то есть роник убил здесь игрока и здесь игрока пьюзда и диджей дэвио правил в том что я не прокачанные герои мой очень сильно здесь получается конечно чиро золото у него правда нет поэтому тяжело будет лимит отстроить ну тут как бы и альянс может справиться вот империал фаер до пробил смотрим что будет дальше саркинг делать на саркинг может пойти в другую сторону и он брак на ратушу тут построить золото добывать эту тут ратушу построить вот здесь мог бы здесь золото добывать странно что он это не делает видимо потому что он считает что золото переоценено о атакую терминатора здесь есть гиппогриф утиминатор мэк прожимает повелитель зверей но сейчас его за фокусе тупут вот так как пытается высасывать ману гиппогриф утиминатора хорошо справляются с задачей и в итоге выживает плодмаг пытается отойти у димеет прожимает shadow hunter это дает невызимость воздуху его таки гиппогрифы не могут атаковать воздух на редчайшая ситуация реально редчайшая абсолютно ситуация когда ультимейт shadow hunter абсолютно имбалансен я впервые в жизни такое вижу это великолепно было только что вы поняли то есть отгоняют армию и вообще нет чем сбивать ультимейт shadow hunter у и в итоге гиппогриф очень долго не могли атаковать химер чиры просто впервые такое вижу это было гига круто и по всю интиминатор тут убивается однако параллельно он теряет здание у нее еще и древо вечности сейчас упадет я я шокирован что вы не шокированы дамы и господа потому что я сколько лет комментирую варкрафт и повижу впервые семенатор явно чем-то недовольны но он отбился он живой другой стороны у него нет золота у него нет лимита у него нет баз у него нет ничего так что это было первого победа хочу произошло то непонятно ультимейт shadow hunter дает неуязвимость все армии и обычно это бесполезная штука а сейчас впервые в истории а нос было не бесполезным то есть четыре года за четыре года я ни разу не видел когда ультимейт shadow hunter не иронично действительно был полезен и полезен не пару секунд один секунд 10 войска вступили в бой каждый день такое вижу ничего себе жрицу потерял империал fire 10 уровня между прочим это дало много опыта ноги такой шеду хантер все очень плохо я хоть не возьму из бесполезной способность но как потому что делать невызимым всех кроме себя а его сразу же фокси от убивают или сбивают эту способности в итоге это не работает на мой обычно танки вообще против альянс так себя работают и за наличие орудийных башен они танки хорошо так пробивают но штормград пока стоит саркинга правда лимита особо нет да и золота нет шанс одной шахты все добывает город напали семинатор идет диджей дэви убивать диджей дэви упадается в центре как-то построиться тем временем уроник пробивает чиро а чиро так потерял лимит и возможно роник не иронично может его пробить да ладно неужели роник чиро прошимая телепорт на форсире пытается уйти спасти свою армию у тебя и прожимает шеду хантер сбивать его нечем гиппогрифы не атакуют воздух опять ультимейт шеду хантера не бесполезен вау второй раз в одном матче какого хрена гиппогрифы не смогли съесть ледяных змеев из-за шеду хантера ну да и судя по всему чиро тут проиграет у него все плохо у него все не иронично плохо но у него там серьезный продакшен он может отстроить армию и все-таки дату ледяных змеев убивает что хантер четко то убежал в принципе пофиг на гиппогрифов скелетики могут пробить химер плюс еще некроманты могут использовать крипал на химер чтобы они наносили урон крайне медленно замедленную скорость атаки серьезно потому что химеры сами видите разваливают и химер урон по площади поэтому они наносят очень много урона на вот крипал отлично отлично лечение пытаются использовать никто стрима павлов незаметно ладно да архимаг при этом еще ауру дает поэтому некромантов много маны а теперь другой шедух использует ультимейт избивать его нечем просто нечем хотя там хекс есть уж это у хантера ладно есть чем хекс мог использовать тяжеловато быть бесконечный ультимейт и шеду хантера что происходит этом тем временем кстати сер кинг убивает империал файра и это работает у империал файра нет лимита ведь империал файр проиграл пури нет армии нет лимит у меня ничего нет штормград отомстил штормград отомстил напомню что до этого ср кинг потерял тут базу и все здания был в шаге от проигрыша из-за того что его атаковал и пробил империал фаер и потом сиркинг отстроил штормград с нуля построил армию перешел в контратаку и отомстил империал файру как там появился терминатор дается он как-то влезть в этот движ в итоге все-таки чиро смог отстроиться у роника тернет лимита у тимитра не терминатора нет армии такое чувство что мы force nothing может и не сыграем сегодня я не думал что этот матч настолько сильно затянется но это феи как круто конечно это круче чем force nothing даже возможно посмотрим войска вступили в бой на город на пасточник маны обрывается все что есть империал файра у нее снизу база есть он там может добывать золото диджей дэвил потерял героя да неприятно тяжелее его просто реально какая так химера войска вступили в бой отрубишь голову он построит еще одну голову еще две головы за дичьеру тут потихонику пробивают но у него супер гигантский лимит то есть он просто сейчас тут вернется обратно как телепорта есть а там хекс и он сейчас умрет если будет химера а химера нет в основном по грифу опять прожимает невидимость на площади ней войска вступили в бой сейчас просветство лаборатории будет использовать один лаборатории вообще на этой карте они есть вообще на этой карте это карте нет лаборатории а окей невидимость равно невыязвимой значит можно порошок купить в магазине войска вступили о нет телепорт жать на час умрет но кстати империал фаер не умеру стуля будет отстраиваться нормально золото право тут почти не осталось на мелочи жизни уроника кстати золото закончилась уроника закончилась сюда вся добыча золота между прочим суши это касается вообще всех игроков нет учирует еще есть полная шахта жить как-то можно сиркинг потерял жрицу воисков стопали у всех есть жрица просто у всех офига вообще скоро лес веселую вырубят просто пока не улица вот не так уже много я я думаю что дофига и сейчас на город напали опять диджей дэвио пришли штукать но так-то сильные герои последних виспов использую для того чтобы рассеять элементали и не рассеивать не рассеивает элементали я заведу тому что всех есть жрица у него нет да это правда я к сожалению за альянс играю мне только эльфы есть вонючие умирает умирает рекс кауду номера и диджей дэвио зря они сюда прилетели на свою смерть посуде масс некроманты ступо блосками ой красиво как волшебницы котик так они эльфийки что может быть хуже эльфов только 2 эльфа пришел чиро добивать ими нато бой один саде 10 приближается правило паладина в том что его ультимейт не работает на воздух но он ауру дает своей армии это уже неплохо 7 плюс 542 8 плюс 544 нормально войска вступили в бой эти веке а чё роник не восстанавливает своего свою панду на самом деле панда это лайтовый сильный герой он его не качает диана лесной ветер герой 10 уровня а тут sir king прибежал к империал империал фаеру тут будет умирать танки хорошо работают танки с этим против воздуха будут хорошо работать в том числе таком количестве такой игре поиска вступили в бой роник начал тут если что скелеты маги потенциально неплохо блин ну там все с некроманты будут оканчиваться не успевает подконтроливать роник в принципе потенциально у него тут неплохая армия для того чтобы воевать с оппонентом ну вот как один из вариантов того что он может сделать возможно это уже слишком поздно оправдывать чем проблема на хекс нато крипу на всех использовать просто тупо на всех крипу без исключения на всех юнитов врага у некроманта уже слишком мало для того чтобы таким заниматься провтыкал момент силы и теперь уже роник у скорее всего в этой конкретной битве проиграет возможно ему стоит нажиматься по телепорту один кстати почти десятый тут взял период fire теряется свои здания и терпит поражение как сверкинг собой башки березка это конечно мое уважение боль как бы что может быть круче чем много башен еще больше башен у один десятого уровня ну проблемам в том что уроника больше не осталось золото нет все добывает он центр и золото ступили в бой какой-то источник ресурсов есть вот вы башни двигались еще как мины у тебя часа раньше с талантом вообще на тему двигающийся башен так то на тему двигающихся башен а конечно супер прокаченные герои учили 10 shadow hunter 10 паладин просто как говорится что это такое ну золото потихоньку добывая троник но него его очень мало учера тоже не особо много золота но не у лимит есть инвестируем башни став и бы купить сиркингу и ставать раненые танчики а по новую базу тут ставят и башни больше башен богу башен а помнишь когда у охраны деревьев и было с 1 атака да это в первых патчах игры в релизе на 2003 году возможно в компании еще в компаниях как раз релизная версия баланса то есть которая была на релизе и потом баланс не меняли в компаниях специально войска вступили в бой я не уверен что в компании такие башни именно тиминатор конечно занимается как это называется шкодничеством он уничтожает башни это же ужасно ставает бестмастер макро это должен убегать да и в любом случае у него есть свиток телепорта потом фиг ты его там поймаешь вот на поле начинается пробивает у тиминатора из аккурат и прокачались жертвенная яма тень хочет сделать ей полезно при башне 22-22 больше башен строится ракинг нужно больше башен еще больше башен слишком мало башен по пыль 30 хп оставалось 39 на карте по большей части осталось три игрока это роник это чиро и это сиркинг благма бладмак там все-таки умер в итоге перехватили его бестмастер умер тинкер став на смог успеть нажать непогано антиминатор в итоге проигрывает закономерно десятому уровню идет нога потихоньку медленно но уверенно диджей дэвио до сих пор в игре только потому что у него есть этот костяной двор на 42 хп и он до сих пор не ливнул типа думает занять второе место если пусть и возможность а нет еще это здание на другом случае тиминатор же ливну еще башни мы тут не ремонтируют башни горячие башни горячие башни некрасивые чел за миллион долларов чем ливну турнир за миллион долларов чего ливнул потому что пошел спать но очень похоже на киберкотлет и не сговор по крайней мере в доте уж точно такие же дети сколько у игроков осталось де-факто 4 де-факто 3d юры 4 войска вступили в бой неплох так урепился эти башни конечно не то чтобы серьезная преграда но это напрягает а подожди а это базаром роник тут еще есть при за фонда на турнире миллиарда ничего миллиарды ничего все-таки зря он панду не восстанавливает роник меньше 50 лимита армии толком нет и опять же некроманты подставляются скелетиков ну и хватает золота по большей части он тут проблем в том что надо на меньше раз самый сильный у него самые сильные герои потому что у него их три они самые прокачаны даже неважно у кого сильным у кого слабый у него просто тупо три героя они 10 10 8 на секундочку но стартинг будет занозы в заднице со своими танками а вот уроника просто нет ресурсов для того что воевать с оппонентом о нет умирает да умирает еще архимакроник проиграл 17 лимита золото нету она не еще и золото шахта сверху на счет буду добывать золото войска вступили в бой девятый форсер был восьмой стол девятый кач идет как говорится что вообще в это время делает sir king о кстати интересно он золото добывая тут золото закончилось и он только так далеко таскает а он грифонов выходит на город напали не за укрыт у раджас войска вступили в бой и харизматичные имена ее мое что тебе нравится больше фа 4 на 4 или 1 на 1 а как фа может быть 4 на 4 и 1 на 1 так как так назову красиво ронни клевает в игре остается три игрока диджей дэвил с двумя пауками одним костяным двором сэр кинг и чиро сможет ли сэр кинг победить я очень сильно в этом сомневаюсь за что у него сильные за счет того что у оппонента там сильный герой тут конечно одна нога девятого уровня но второе вы герой четвертого уровня третьего героя вообще нет но посмотрим учили 100 лимита еще к тому же а фа 4 4 или или один на один лично мне смотреть больше всего нравится один на один но из-за того что третьем варкрафте разработчики положили болт на игру еще десять лет назад а сообщество ничего не хочет менять то один на один уже ну тяжело комментировать то что он буквально все время одно и то же происходит тут просто день суркан настоящий поэтому иногда хочется что-то новое в третьем варкрафте потому что я прекрасно осознаю что у этой игры бесконечные возможности если бы ею занимались но и не занимается включая самого сообщества и собственно что-то делает на этого слишком мало да ты неплохо справлялась ироник типа ты красава войска и раз надеюсь надеюсь все хорошо спасибо что смотришь надо будет посмотреть эту зарубу привести бы ты пользовался да у диджей дэвил проигрывается только два игрока если ты не забывал бы некромантами увечьем пользоваться на вражеских юнитов ты бы многие битвы выиграл бы это очень важно было войска вступили в набой очень много башен сама забавно что эти башни ничего не прикрывают они просто есть сколько там грифонов подожди а где грифоны вообще где он их держит а вот они их мало но не 33 грейды между прочим что ты думаешь если кто-то тупую скопируется механика 3 новой игре и будет ее поддерживать это зайдет я не знаю откуда я знаю мне будет достаточно если кто-то выпустит любую ртс игру и будет ею заниматься нормально заниматься о по танке войска вступили в бой это ошибка то что он сюда прибежал танками нужно помогать бою сражаться а там форсир фига у лечения от по 1 в последний момент видели потому что ну как бы никто стратегиями не занимается он вышел и джим по из 4 а им занимаются просто китать ну вот битая не знаю честно вам скажу став хорошо просто за полугода сделали то что надо было сделать за 2 недели просто ну типа это не поддержка это она есть но по факту и не чем те живым призвание с этом же раз новую постоянно потому что поддержка заканчивается не новых раз опять же вам по издавать играть 99 года которая осталась в механиках 99 года ничего там не меняют игра все такая же и новых игроков из этого она никогда не привлечет будущего у него нет из-за этого и это заметно потому что онлайн игры абсолютно не меняется да потихоньку пробивает сэр кинга минус на году к сожалению сэр кинга видимо шансов все-таки нет но посмотрим войска вступили в бой конечно очень много там башен сейчас еще форсирует это будет хороший хорошая прокачка для тинкера если он убьет ну не башню да хорошо хорошая прокачка и почти шестой уровень у тинкера здоровая вас на риоту слишком барыги чтобы сделать это но почему а сказал frost giant если что их издает рай от поэтому вот как раз frost giant в последняя надежда я уже не верю потому что уже задолбался верить последние надежды но вот один из шансов и есть шанс что frost giant что-то выпустят у frost giant к тому же опять же да есть среди партнеров рай от поэтому норм 32 тысячи золота то есть у сэр кинга так то еще золото есть где добывать но надо под накопить армию где ее брать непонятно ну просто все эти башни это серьезная проблема слишком их много не это сильно затянет матч я так понимаю а те все эти танки были кстати они все умерли уже аж правильно понимаю вступили в бой все эти танки были уничтожены на город напали у него все танки те погибли сейчас четверка без шуток норм игра может быть но там игроков нет там 10000 на пике за день что это вообще такое не ну можно играть типа если нравится на здоровье но будущего нет он даже вчера был финал турнира по и живым ps4 вроде как финал до с призовым фондом 100 тысяч долларов официальную трансляцию на пике сколько там 5000 зрителей смотрела к сожалению просто сухие цифры древо жизни строит просто армию надо копить золото супер сильно не хватает ну вот раз шахта два шахта надо больше просто да тут еще шахта есть не стоит забывать сверху но не к скорее всего почти пустые но тем не менее насколько варики на пике мы не знаем но очень мало до валик мертвая игра просто типа как бы она нравится мне и вот и все у на город напали работай нахренеть ракеты не прокачал хекс цветок телепорта нет попал один лечит свой битвонов съедают однако сейчас умрет хекс минус нога нам тут умирает нога выжила фигеть гиппогрифы убирают просто так тинкер сейчас умрет да да хеник завар я тоже так думаю чтобы минимальное количество дрочи было ну типа чтобы не надо было каждого рабочего индивидуально заказывать или что-то таком духе то есть типа микро дрочи то сейчас то что от наоборот отталкивает людей все по к тому же если есть фанаты микро дрочи я фанат микро дрочи заказать рабочего домики построить и так далее ну как в варкрафт играет для этого и мне в кайф а в новых играх микро дрочи должен быть минимальным для того чтобы людей привлекалось да кстати вообще на самом деле действительно майкл сухой то хереме страдает и я вообще охренел от того что хайло идти умер ее так хватит и хвалили когда ее крана вышла на такой живой оказалось типа все прикольно но там еще онлайн и нет я вообще охренел конечно microsoft реально как-то все игры просырают свои и gmps 4 просрали х его просрали все просрали просто ну из типа такого найти из игр где главная составляющая это соревновательные мультиплеерные посолы играм у них вроде все неплохо но соревновательные мультиплеерные что-то у microsoft вообще не идут вообще не понимают как заниматься ими на ну конечно сумасшедшее затягивание надеюсь это не будет битва до последнего здания но по факту просто тут серкинг и выиграет никак всего победа невозможность здесь у него нет ресурсов единственного добыча золота это отсюда вы посмотрите как он золото это бывает думаю просто не увидим ртс никогда да нет ртс будут выходить вопрос в том насколько они популярны и большие я жду от frost giant от frost giant могу может быть большой крупный ртс типа и сифру сжаянт обостроваться то это гп уже точно потому что больше нет надежды потому что был надежда рефор что была надежда и живым по из 4 и вот еще frost giant последняя надежда осталось больше ничего не анонсировал блин она долго будет или в бой однако может тут плавать нет в соревновательной версии игры а это соревновательной версии игры нога не умеет плавать я по руль вк3 с к2 но с к2 с к2 там просто свои фишки есть то что с к2 эта игра которая вышла в нужное время и при этом еще супер популярная ну типа строка в 2 вышел когда жанр тс был на пике популярности при там строка в 2 это просто тупо хорошая игра была ты планировал до ринг стримить не может быть я когда-то в него поиграю но я не фанат свери до каждому свое ну в плане типа имеется днд и многие не любят одну сыркинку нибудь жопушникам выходи уже это не та ситуация когда последнего здания нужно играть ну кому он оба выхода походу услышал и да спасибо спасибо сортина ну чё это был впервые шифа на 16 человек может быть он реально думать что есть призовой фонд обученного войска 329 офигеть 385 убита герои охренеть конечно 10 10 10 героя нормально гов кс